О нововведениях вы можете узнавать, подписавшись на наш канал. Вы можете завоевать сердца людей, делясь видео. О рамадане. Начав в первой части рассуждения о шариате, во второй части мы продолжим эти рассуждения и будем писать о пользе и значении самого светлого и грандиозного о священном рамадане. Эта вторая часть состоит из девяти пунктов, повествующих о девяти мудростях из очень многих смыслов благословенного рамадана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Месяц Рамадан, в который неспослан был Коран в руководство для людей и как разъяснение прямого пути и развлечения. Коран Сура Аль-Бакара, 185. Первый пункт. Пост в священный месяц Рамадан является одним из первых пяти основ ислама и одним из величайших исламских символов. Во многих мудростях поста священного рамадана заключены такие сокровенные смыслы, которые обращены и к сути господства Всевышнего, и к общественной жизни человека, и к личной жизни, и к обузданию нафса, а также и к выражению благодарности за божественные дары. С точки зрения господства Всевышнего, один из сокровенных смыслов поста следующий. Сотворив поверхность земли в виде некой скатерти благ и разместив все виды даров на этой скатерти в образе. Из самых неожиданных мест. Коран Сура Талак, 3 аят. Всевышний выражает совершенство своего господства, божественной милости и милосердия. Люди же, находясь под завесой беспечности и в кругу причин, не могут полностью увидеть истину, выражаемую этим положением, а иногда и вовсе забывают о ней. А в благословенный Рамадан верующие неожиданно преображаются в подобие организованной армии. Своеобразно приглашенные на угощение вечного правителя перед закатом солнца, ожидая приказа «пожалуйте», они выказывают некое состояние поклонения, и по отношению к такой милосердной, величественной и всеобъемлющей милости отвечают своим обширным, великим и упорядоченным поклонениям. Интересно, люди, которые не приобщаются к такому возвышенному поклонению и почетному угощению, достойны ли называться людьми? Второй пункт. С точки зрения благодарности за дары Всевышнего, одна мудрость из многих сокровенных смыслов поста в благословенный Рамадан такова. Как было сказано в первом слове, яства, принесенные торговцем из кухни одного правителя, требуют определенной платы. И давая маленькую плату торговцу, представить себе ничтожными те очень ценные блага. Такая же крайняя глупость, как и не признавать того, кто их даровал. Точно так же Всевышний рассеял на поверхности земли бесчисленные виды благ, и в качестве оплаты за те блага желает в ответ благодарности. А внешние причины и обладатели тех благ находятся в образе торговцев. Мы даем некую плату тем торговцам, выражаем им свою признательность и даже выказываем им слишком много уважения и благодарности, которых они не достойны. Между тем, как истинно дарующий Аллах посредством тех благ в бесконечной степени достоин благодарности, нежели те причины. Таким образом, выражать ему благодарность можно только с осознанием того, что эти блага напрямую идут от него, а также с осознанием ценности тех благ и ощущением своей нужды в них. Таким образом, пост в благословенный Рамадан является ключом к истинной и искренней, великой и всеобщей благодарности. Ведь в другое время большинство людей, не находящиеся под принуждением поста, не испытав истинного голода, не понимает ценности многих благ. Сытыми людьми, к тому же если они и богаты, не познается степень блага, тающаяся в черством кусочке хлеба. Между тем, во время разговения даже тот черствый хлеб, на взгляд верующего человека, является очень ценным Божьим даром, о чем свидетельствуют его органы вкуса. Всякий, от правителя и до самого бедного, познавая ценности тех благ в благословенный Рамадан, достигнет некой духовной благодарности. И с точки зрения запрета приема дневной пищи, сказав, «Эти блага не моя собственность. Я не волен принимать их в пищу, а значит, они являются собственностью и даром другого. Я жду его повеления, познает во благе истинное благо, тем самым выразит духовную благодарность». Таким образом, пост такого вида с различных точек зрения становится ключом к благодарности, которая и является истинной обязанностью человека. Третий пункт. Одна из многих мудростей поста, обращенная к общественной жизни людей, такова. Нет равенства в отношении материальной обеспеченности. Всевышний вследствие этого призывает богатых оказывать помощь бедным. Тогда как богатые, лишь испытав голод во время поста, могут полностью почувствовать плачевное состояние и голод бедных. Если бы не было поста, то нашлось бы много себя любивых богатых, которые так и не смогли бы осознать, до какой степени голод и бедность являются страданием и насколько бедные люди нуждаются в милости. В этом отношении милосердие к другим людям, которое имеется в человеческой природе, является некой основой истинной благодарности. Четвертый пункт. С точки зрения обуздания нафса, одна из многих мудростей поста в священный Рамадан такова. Нафс желает быть своевольным и независимым, и именно таким себя воспринимает. И даже по своему естеству будет желать воображаемого господства и действия по своему усмотрению. Он не хочет и думать о дарованных бесчисленных благах. В частности, если у него в мирской жизни имеется богатство и сила, да еще и беспечность им подсобит, то он всецело и полностью, подобно животному, разбойно, жадно будет проглатывать Божьи дары. Таким образом, в благословенный Рамадан нафс каждого человека от самого богатого и до самого бедного поймет, что он является невольником, а не хозяином, рабом, а не свободным. И поняв, что, если не будет божественного повеления, он не сможет совершить даже чего-то самого простого и легкого, например, не протянет руку к воде, разобьется его воображаемое господство, и, облачившись в поклонение, придет к благодарности, которая и является его истинной обязанностью. 5. С точки зрения того, как пост в священный Рамадан нравственно обуздывает ненасытные желания нафса и заставляет его отказаться от непокорности, одна из многих мудростей поста такова. Нафс из-за беспечности забывает себя, не видит и не желает видеть присутствующую в нем безграничную слабость, бесконечную бедность и огромные недостатки. Он не думает о том, насколько он слаб, подвержен гибели и является мишенью для несчастий, и о том, что состоит лишь из быстро разрушающихся и разлагающихся мяса и костей. Воображая себя бессмертным и вечным, набрасывается на приходящий мир, как будто у него есть железная сущность. И с чрезвычайной жадностью и ненасытностью страстно стремится к земным благам. Связывается со всякой насладительной и выгодной вещью. Забывает своего Создателя, который заботится о нем с совершенным милосердием. К тому же не думает о результатах этой жизни и о жизни вечной. Скатывается во чрево аморальности. Таким образом, пост в Священный Рамадан даже самым беспечным и упрямым дает почувствовать их слабость, бессилие и бедность. Голод заставляет человека думать о своем желудке, понимать его потребности и осознавать, насколько непрочным является его слабое тело. Постигать, в какой степени человек является нуждающимся в доброте и милосердии. И человек, оставив фараонскую надменность нафса в совершенном бессилии и бедности, почувствует страстное желание обратиться к обители Аллаха и рукой духовной благодарности приготовиться к стуку в двери милости, если беспечность не испортила его сердце. Шестой пункт. Пост в Священный Рамадан обращен к ниспосланию Мудрого Корана. Священный Рамадан является самым важным временем, временем низведения Мудрого Корана. С этих точек зрения одна из многих мудростей поста такова. Поскольку Мудрый Коран был неспослан в месяц Рамадан, то, представляя священное время низведения Корана, в месяц Рамадан необходимо изолировать себя от нинденных желаний нафса и бесполезных дел с тем, чтобы прекрасно встретить это небесное обращение. И оставляя еду и питье, стать похожим на ангелов, слушать и читать Коран так, словно он только низводится, и слушать находящееся в нем божественное обращение так, будто это момент его неспослания, и слушать так, как будто мы слышим его из у самого почтеннейшего посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Или даже от хазрети Джабраила. Или, пожалуй, как будто слушая его от самого Мутакалием и Азалия, извечно говорящего Аллаха, удостаиваться некоего состояния святости. И самому, став его выразителем, побуждать слушать других и в некоторой степени показать мудрость низведения Корана. Да, в священный Рамадан исламский мир обращается словно в некую мечеть. В такую мечеть, где миллионы хафизов во всех уголках этой великой мечети доносят этот Коран. Это небесное обращение ко всем жителям Земли. Шахру Рамадана ладзи унзи лафи хил Кур'ан. И каждый Рамадан в неком светлом, ярком образе показывает этот аят. Месяц Рамадан, в который неспослан был Коран. И доказывает, что Рамадан является месяцем Корана. Некоторые члены этого огромного общества со смиренным почтением слушают этих хафизов. Другие же читают сами. И подобно тому, насколько будет некрасиво, находясь в этой священной мечети при такой обстановке, подчинившись низким желаниям нафса, отойти с едой и питьем от этого святого состояния, и в какой степени это станет мишенью для отвращения всего общества, находящегося в той мечети, точно так же не присоединяющиеся к постящимся в благословенный Рамадан, в такой же степени становится мишенью для духовного отвращения всего исламского мира. С точки зрения накопления благ родом человеческим, пришедшим в этот мир для земледелия и торговли ради вечного мира, один из многих сокровенных смыслов поста в месяце Рамадан таков. В благословенный Рамадан за каждое благое дело записывается тысяча духовных наград. Согласно хадису, каждая прочитанная буква мудрого Корана в обычное время имеет десять воздаяний и равносильно десяти прекрасным делам, приносит десять райских плодов. В священный же Рамадан за каждую прочитанную букву записывается не десять, а тысяча. И при чтении таких аятов, как Аят Уль Курси, за каждую его букву несколько тысяч наград, в пятничные же дни священного Рамадана еще больше. А в ночь могущества засчитывается тридцать тысяч благих деяний. Да, мудрый Коран, каждая буква которого дает тридцать тысяч вечных плодов, походит на светлое райское дерево Туба и дает собрать верующим в священный Рамадан миллионы вечных плодов. Так, приди же и посмотри на эту светлую, вечную и выгодную торговлю. Смотри, задумайся и пойми, насколько оказываются в бесконечном убытке те, кто не оценил значимость этих букв. Итак, благословенный Рамадан является неким весьма выгодным местом выставки, неким рынком для торговли ради вечной жизни. И для капитала, который накапливается в потустороннем мире, является весьма плодородной почвой, а также неким весенним месяцем апрель для расцвета благих деяний. Этот месяц принимает образ самого яркого, священного праздника для почетного парада поклонения человечества перед господством божественного правления. И чтобы человек в беспечности не погрузился в такие животные нужды нафса, как еда и питье, а также в разыгрывающий аппетит развлечения и пустословия, его обязанностью стало соблюдение поста. Словно избавившись на время от всего низменного, животного, мирского, словно уподобившись ангелу или человеческой душе в потустороннем мире, но в телесном облике земного человека, постящийся входит в состояние потусторонней торговли. И благодаря посту отражает, в некотором роде, качество Аллаха, ни в чем не нуждающийся. Священный Рамадан в этом приходящем мире, в этой временной и короткой жизни, дает возможность заслужить заключающую в себе долгую, вечную жизнь. Так как только один Рамадан дает возможность собрать плоды, равные плодам 80-летней жизни. И твердым доказательством этого является аят Корана, в котором говорится, что Ночь Могущества намного лучше, чем тысячи месяцев. Как некий правитель в период своего правления ежегодно некоторые дни объявляет праздничными, или день своего вступления на престол, или же другой день, связанный с отражением великолепия своего царствования. В этот день он награждает своих подданных не в кругу общих законов, а удостаивает свой достойный и преданный народ личными наградами, своим личным присутствием без завес, своим особым вниманием, своими исключительными распоряжениями и непосредственно своим особым расположением. Таким же образом, величественный правитель 18 тысяч миров, являющийся царем вечности, ниспослал в священный Рамадан мудрый Коран, являющийся его достославным повелением, которое относится и обращено к тем 18 тысячам мирам. И, конечно же, Рамадан, приняв образ особенного божественного праздника, некой Господней выставки и некого духовного собрания, является мудрой необходимостью. И поскольку Рамадан является этим праздником, то, конечно, для того, чтобы в некоторой степени отвести людей от низких животных времяпрепровождений, им будет повелена соблюдать пост. А совершенство же этого поста заключается в том, чтобы все чувства и человеческие инструменты, такие как его глаза, уши, сердце, воображение и мысли, подобно желудку, соблюдали своего рода некий пост. То есть, удерживая от запретного и бесполезного, каждая из них побуждать к своеобразному поклонению. Например, придерживать язык через соблюдение поста, отдаляясь от обмана, сплетен и сквернословия, и использовать этот язык в таких делах, как чтение Корана, в упоминаниях и прославлении Всевышнего, молитвах за Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и покаяниях. И, например, всячески препятствуя глазам устремлять низменные взгляды на чужих людей, на махрим, а ушам слушать сквернословия, использовать глаза в назидательных примерах, а уши для верных слов и слушания Корана. Подобно этому и остальные инструменты человеческого тела также необходимо побуждать к соблюдению своеобразного поста. А так как желудок является самой большой фабрикой, то если постом на время приостановить ее деятельность, тогда и другие маленькие станки этой фабрики легко заставить следовать ей. Восьмой пункт. Одна из многих мудростей с точки зрения обращения благословенного Рамадана к личной жизни человека такова. Для человека самым важным лекарством является своеобразное духовное и физическое воздержание. По медицине – диета. Подобно тому, как с точки зрения медицины нафс человека своим беспорядочным употреблением пищи наносит вред здоровью, так и не отличая запретное от дозволенного, набрасываясь на все, что попадается под руку, он отравляет и свою духовную жизнь. И такому нафсу будет тяжело подчиниться сердцу и душе. Он властно возьмет поводья в свои руки и оседлает человека, и впредь человек не сможет обуздать свои желания. Благодаря же посту в священный Рамадан, он в некотором роде приучается к диете, привыкает к довольству ограниченным количеством пищи и учится прислушиваться к повелениям. И не навлечет на себя болезней, наполняя свой несчастный слабый желудок едой поверх еды до ее переваривания. И от того, что посредством повеления он отказывается даже от дозволенного, то, чтобы оградить себя от запретного, приобретет способность прислушиваться к повелениям, исходящим от разума и божественного закона, и будет стараться не разрушить свою духовную жизнь. К тому же большая часть человечества часто подвергается голоду. Для выработки терпения и выдержки она нуждается в голоде и диете, которые дают закалку. Пост в благословенный Рамадан, длящийся 15 часов, а без предрассветной пищи 24 часа, это терпение, выдержка, привыкание к малой еде и закалка. Значит, пост является неким лекарством от нетерпения и невыносливости, которые удваивают человеческие несчастья. К тому же у этой фабрики желудка есть много служащих, и много органов человека связано с ним. Если нафс в дневное время, на период одного месяца, временно не приостановит их работу, то заставит те органы и служащих той фабрики забыть их особые поклонения, заключит их под свою власть и займет собой. А остальные человеческие органы приведет в беспорядок, грохотом и дымом, исходящими от механизмов той своеобразной фабрики. Постоянно будет привлекать к себе их внимание, заставит их временно забыть свои возвышенные обязанности. Именно поэтому с давних времен многие праведники для самосовершенствования приучали себя к малой еде и питью. Но благодаря посту в Священный Рамадан служащие той фабрике поймут, что они не были сотворены лишь ради этой фабрики. А также другие органы, вместо низких удовольствий той фабрики, в благословенный Рамадан наслаждаются ангельскими и духовными усладами и к ним устремляют свои взоры. И вот поэтому в Священный Рамадан верующие, в зависимости от уровня духовного развития, удостаиваются различных духовных милостей, света и радостей. Посредством поста в этот благословенный месяц для таких тонких понятий, как сердце и душа, разум и таинство, существует много достижений и успехов, и они невинно смеются вопреки плачу желудка. Девятый пункт. Одна из многих мудростей поста в Священный Рамадан с точки зрения непосредственного разрушения воображаемого господства Навса с показом его слабости и сообщением о необходимости поклонения такова. Навс не желает признать своего Господа и надменно желает господствовать. Каким бы страданием он не подвергался, эта черта останется в нем. И лишь голодом разрушится эта склонность. Таким образом, пост в благословенный Рамадан напрямую нанесет удар и разрушит фараонскую надменность Навса, покажет его бессилие, слабость и бедность. Даст познать, что он является рабом. В хадисе говорится, Всевышний спросил у Навса, «Кто я и кто ты?» Навс ответил, «Я это я, а ты это ты». Господь подверг его страданиям, бросил в ад, затем опять спросил. И вновь Навс ответил, «Я это я, а ты это ты». И каким бы наказанием Всевышний не подвергал его, от надменности он не отрекался. Затем подверг страданию голодом, то есть оставил голодным. И опять спросил, «Кто я и кто ты?» Навс ответил, «Энта Раббил Рахим, ва Эна Абдукал Аджиз». То есть ты мой милосердный Господь, а я твой бессильный раб. О Аллах! Благослови и приветствуй нашего пророка Мухаммада благословением, которое станет причиной твоего довольства и выполнением должного по отношению к нему по количеству наград за прочтение букв Корана в месяц Рамадан. Благослови и приветствуй его род из подвижников. «Твой Господь, Господь могущества, причист и далек от того, что они приписывают Ему, мир посланникам, и хвала Аллаху, Господу миров». Коран Сура Ас-Сафат, аяты 180, 81 и 82. Аминь. Извинения. В связи с тем, что эта брошюра была написана в течение сорока минут, и поскольку я и помощник, писавший Черновую Заба, были больны, то, конечно, в ней могут быть путанности и недостатки. Мы ждем от наших братьев, чтобы они просмотрели ее снисходительным взглядом, и то, что они посчитают необходимым, могут исправить. О нововведениях вы можете узнавать, подписавшись на наш канал. Вы можете завоевать сердца людей, делясь видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok